Предпринимательство Предпринимательство я не мечтала, я же родом из Советского Союза. Я помню, что примерно в седьмом классе, когда меня спрашивали, кем ты будешь, я говорила, буду учителем. У меня было техническое образование, я училась в Ленинграде, сама из Белоруссии. Потом оказалась здесь, в Алтайском крае, и уже осознанно пришла в школу. Работала 10 лет, история экономика, психология, политология, общество знания. Затем жизнь так сложилась, что кризис, помнится, был такой первый, вот этот глобальный, при переходе к капиталистической системе. И нужно было что-то делать. Я пошла в страховую деятельность, в страхование, но я занималась тем же самым практически образованием. И волей судеб оказалась в сфере, которая вообще не моя. Жизнь меня так здорово поучила, и оттуда я ушла уже дальше. Это была кредитная кооперация. Кончилось все немножко печально для всей кредитной кооперации. 2008 год накрыл прям очень сильно. После вот этой вот истории я создала бизнес-школу уже с пониманием, чему я буду обучать предпринимателей. И у меня, в отличие от других консультантов, очень четкий и такой ориентир на снижение рисков. Конечно, это не прошло даром. Это меня очень сильно научило. Там и процедуры банкротства, и много чего. Что привело меня уже к пониманию, что я могу дать бизнесу, директорам, владельцам компании что-то больше. Я взяла это как вот ценнейший опыт. Я из этого опыта просто сделала другой бизнес. Сейчас это консалтинговая компания, и антикризисное направление у нас есть, юридический блок достаточно сильный, и финансовое консультирование. И на бизнес я смотрю как на систему. Бизнес – это же не только про какие-то там деньги, тачки и все остальное, все круто. А на самом деле это достаточно много очень рутинной работы. И вот если ты не выстроил регулярный повседневный менеджмент, то стратегические цели не достигаются. Те кризисы проходило. Вот 2008-й для меня был более тяжелый. Этот я не особо заметила. То есть первое, что мы сделали, это стали оптимизацию проводить. Языковую школу мы моментально, ну буквально там, мне кажется, 4 дня у нас ушло, мы перевели в онлайн-формат. И я благодарна коронакризису за то, что наконец-то мне дошли руки, чтобы переделать сайт, ребрендинг сделать. И вот это то, до чего все время руки не доходили, до такой имиджевой составляющей. Бизнес – это служение своему клиенту, построенное на взаимной выгоде и на ценностях. И вот если мы даем хороший продукт, качественный клиенту, то клиент благодарит нас и дает нам деньги. И вот как раз наше служение клиенту начинается, когда нужно создать качественный продукт и предоставить вот это внимание клиенту, то есть наладить процессы, чтобы клиент был доволен. Нужно четко понимать, вообще как-то чувствовать свой путь в этой жизни, потому что этот путь ведет, вот меня он точно ведет. Редактор субтитров А.Семкин